Леонид Кравчук родился в начале 1934 года в селе Великий Житин, расположенном в окрестностях города Ровно. Среди односельчан преобладали носители фамилий, заканчивающихся, как и у будущего лидера на Чук. Писатель Сергей Кириллович Мельничук, двоюродный брат первого президента Украины, сын брата матери политика, Ефимии Кравчук, в девичестве Мельничук. Так как малая родина мужчины отошла СССР по пакту Молотова-Риббентропа, отец Леонида Макаровича в 30-е годы 20 века успел послужить в польской кавалерии. С началом Великой Отечественной войны бывшего кавалериста мобилизовали в Красную армию. В 1944-м Макар Кравчук погиб в Беларуси. После школы юноша с отличием окончил Ровенский торгово-кооперативный техникум, красный диплом которого позволил молодому человеку без экзаменов поступить в главный вуз Украины, Киевский государственный университет. Едва Кравчук начал получать образование, как его избрали комсоргом курса. Через год парень отказался от должности, поскольку не хотел плясать под дудку парторга. В одном общежитии с юношей жили будущий украинский диссидент Вячеслав Черновол-Черновил, погибший в 1999-м в автокатастрофе, и Виталий Врублевский, ставший помощником первого секретаря ЦК Компартии Украины Виктора Щербицкого. Хотя уроженцу великого житина приходилось подрабатывать разгрузкой вагонов с рыбой, студенческие годы Кравчук вспоминал как самые счастливые в своей биографии. После окончания института выпускник два года преподавал в финансовом техникуме, а затем стал продвигаться по партийной линии. К 1967-му дорос до заведующего отделом пропаганды Черновицкого обкома Компартии. В 1970-м он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную сущности прибыли при социализме. За последующие 18 лет Кравчук прошел путь от заведующего сектором до заведующего отделом пропаганды ЦК Компартии Украины. Партийный идеолог, приезжая в родное село проведать глубоко верующую мать, по просьбе пожилой женщины сидел в углу под иконами. В 80-х годах 20-го века Леонид Макарович в соавторстве выпустил несколько книг о нерушимости Советского Союза. В конце десятилетия Кравчук, ставший кандидатом в члены Политбюро ЦК Республиканской Компартии, развернул в газете «Вечерний Киев» дискуссию со сторонниками украинской незалежности. В 1990 и первой половине 1991 года Леонид Макарович совмещал руководство парламентом Украинской ССР с членством в Политбюро Республиканской Компартии и Всесоюзном Центральном Комитете партии. После августовского путча он вышел из рядов КПСС, одним из руководителей которой являлся. 24 августа 1991 Кравчук подписал акт, провозглашающий независимость Украины, и возглавил ее Верховную Раду. 31 августа Леонид Макарович запретил на территории возглавляемого им государства партию, благодаря которой сделал карьеру. Президентство Кравчука продлилось 2,5 года. На выборы 1991 он пошел как беспартийный кандидат и получил поддержку как большинства членов запрещенной коммунистической организации, так и многих национал-демократов. В первый зимний день 1991 года кандидат набрал почти две трети голосов на прямых выборах. Через неделю было подписано Беловежское соглашение о прекращении существования СССР. Мир облетело фото Кравчука, Ельцина и Шушкевича, пожимающих друг другу руки. Кинохроника события вошла в многосерийный документальный фильм «СССР. Крушение». По мнению политологов, именно украинский лидер был инициатором смертного приговора Советскому Союзу. В интервью Дмитрию Гордону в 2016 Леонид Макарович сказал о России, по словам политического деятеля, во время поездок в Москву он всегда ощущал великорусский шовинизм советского руководства. Среди достижений Кравчука в статусе президента – всемирное признание Украины как независимого государства, развитие многопартийной системы, принятие земельного кодекса. Среди неудач – спад промышленного производства и обнищания населения. Под давлением кризиса Кравчук согласился на досрочные выборы и проиграл их своему тезке Леониду Кучме. Политик трижды, в 1994, 1998 и 2002 годах, избирался депутатом Верховной Рады Украины. С 1998 по 2006 год входил в руководство Социал-демократической партии Украины. Леонид Макарович неоднократно высказывался о Крыме и его подходе под российскую юрисдикцию в 2014-м. Бывший лидер считал, что незалежная должна была сражаться за полуостров, и полагал, что Крым без Украины не выживет. В январе 2020-го в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1» Кравчук комментировал слова Владимира Зеленского о равной ответственности руководителей Третьего Рейха и СССР за развязывание мировой бойни. Он сообщил о факте встречи Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в 1940 году во Львове. Организация офицера России устами генерал-майора Михаила Макарчука обвинила бывшего украинского президента в очернении России. В марте 2020-го Леонид Макарович вступил в дискуссию с соратницей Петра Порошенко, Ириной Герасченко. Женщина утверждала, что диалог между Киевом и Луганской и Донецкой народными республиками невозможен. Кравчук напомнил даме, что ЛНР и ДНР – участники Минских соглашений, подписанных от лица Украины Петром Порошенко. Владимир Путин при подписании вас переиграл, печально констатировал политик. Политик был счастлив в личной жизни. Избранница Леонида Макаровича Антонина Михайловна тоже выросла без отца и тоже до поступления в Киевский университет окончила с красным дипломом техникум. Уроженка села Виры Тони Мишура отлично танцевала и готовила. Семью молодой человек создал на четвертом курсе, поездка на целину сблизила парня с однокурсницей, а когда он слег с температурой, девушка добилась его госпитализации. Комсомольскую свадьбу сыграли в ленинской комнате общежития. Жениха и невесту поздравил профессор Жученко, предположивший, что новобрачные сделают блестящую научную карьеру. Закусками на свадебном столе были винегрет, одесская колбаса и жареный картофель. Единственный сын Леонида и Антонины, Александр, бизнесмен. С именем мужчины связывают компанию Навком Агро, владеющую 200 тысяч гектаров земли в Полтавской, Винницкой, Черниговской и Сумской областях. У Кравчуков есть внук Андрей, в 2005 году сделавший Леонида Макаровича и Антонину Михайловну прадедом и прабабушкой девочки Лены и внучка Мария. Любимой едой политика были вареники с творогом и крученики, рулетики из куриной лендюшачей грудки с зеленью и яйцом. Любимая порода собак – немецкие овчарки. Ежедневно Леонид Макарович принимал 100 граммов горилки для здоровья и еженедельно парился в бане. В 2010-х годах политик пережил несколько госпитализаций. В июне 2011-го медики восстановили ему зрение при помощи замены помутневшего хрусталика левого глаза. В 2017-м в возрасте 83-х лет Кравчуку удалили бляшки из сосудов. В интервью экс-президент сравнил проведенные медицинские манипуляции с плановым техосмотром. На этом больничная история первого президента Украины не закончилась. В 2017-м году у него было диагностировано прединфарктное состояние, обследование показало открытие трех коронарных артерий. Экстренно проведенная операция прошла успешно, в сердце было установлено 4 стента. Летом 2021 года судьба Леонида Макаровича вновь оказалась в руках хирургов. На этот раз операция на сердце была плановой, по официальным источникам, никаких сложностей во время медицинской манипуляции не случилось. Однако состояние здоровья пациента начало ухудшаться. Целый месяц политик провел в реанимации в искусственной коме, подключенный калф. В сентябре он поступил в одну из клиник Мюнхена. 10 мая 2022 года в возрасте 88 лет Леонид Кравчук умер. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.